Друзья, я всех приветствую на канале Строим Дом Своими Руками и по вашим многочисленным просьбам, которые были опубликованы в комментариях вот под вот этим видео, я решил, что стоит рассказать все-таки про эту камеру. Пришла она ко мне под другим брендом, на самом деле я заказывал Zohi, это вот как раз мой заказ, я вам ссылку под видео кину, для того, чтобы вы могли заказать, если есть желание. Я покупал китом без винта, то есть было всего лишь 8 камер, главный блок и все, то есть винчестера не было, это китовый такой набор, винт я докупил сегодня в магазине. Так вот, называлась она Zohi при покупке, так как бы ее открыть, чтобы просто вам понятнее было. А пришла ко мне, короче, она Unrun HD Camera Kit, она 1920х1080, то есть по идее качество у нее прикольное. Так, я ее еще даже не открывал, был сегодня на работе, времени на это не было и сейчас мы с вами как раз этим займемся, для того, чтобы посмотреть, все изучить. Наверное, вот этот столик сейчас займем, здесь я все буду составлять. Начнем обзор непосредственно с камеры, тут где-то может быть что-то уже я помял, но в основном это вот так и пришло, в таком виде. Но я считаю, что это не сильное повреждение, я конечно же уже открывал для того, чтобы посмотреть, примерно как, но не разглядывал все полностью. Сам блок, как я уже вам его, по-моему, как-то презентовал. Так, будем потихоньку разбирать, складывать в коробку я уже, наверное, не буду все по красоте, потому что вы уже видели, как я это все зафиксировал. Теперь мы просто изучаем, что внутри, как мышь, оптическая, кстати, оптическая, но и узбишки. Ну и провода, это провода на 8 камер. Один лан, это типа витая пара, не знаю, как она правильно называется. Убираем. Так, дальше идут сами камеры, их 8 штук, вот в таком качестве. Не сказал бы, что они прям круто сделаны, но здесь какая-то герметичная такая прокладка, и она, в принципе, вызывает доверие. Я не знаю, насколько это круто. Кстати, сразу вижу, смещена оптика. Ну, посмотрим, посмотрим по ходу, как будет работать. Сейчас я их все подключу, и вы все это дело увидите. Так, это я убираю. Помните, вот в этом видосе, вот в этом видосе я рассказывал про то, что мне прислали компьютер. Вот именно с этим монитором прислали, и монитор как раз пригодился. Я думаю, что мы его будем использовать для того, чтобы пользоваться этими камерами. Итак, камеры распределяю сейчас по комнате в разных местах, для того, чтобы нам было более-менее интересно это все дело смотреть. Давайте вот так. Слушайте, я честно не ожидал, что будет такое количество проводов. И сейчас нам вот это все необходимо подключить к этому ящику. Но сначала надо воткнуть в него винчестер. Как мы сегодня объяснили в магазине, слово винчестер не бывает, это жесткий диск. Короче, надо поставить жесткий диск сюда. Так, чтобы подключить жесткий диск, необходимо выкрутить всего лишь 4 винтика. И мы снимаем нижнюю часть прибора. Вот, видимо, на дно здесь как-то не должны прикручиваться этот винчестер. А внутри ни-фи-га. Он просто пустой. Это все, что есть внутри. Это питание для часов, такая небольшая микросхема. И вот это подключение самого винта. Там еще лампочка питания будет гореть. Все, винт сейчас фиксируем. И все. Я взял 1 терабайт и по заявлению производителя, сейчас здесь картинку вам дам, говорят, что этого терабайта мне хватит на 5 дней непрерывной съемки всех 8 камер. Я так предполагаю, что он теперь должен как-то вот здесь, наверное, прикручиваться к днищу. Вот посадочное крепление 1, а вот 2. Для фиксации винчестера вот в этом пакетике нам как раз установочные болты даже дали. И теперь просто присоединяем. Собираем все в кучу. Все в порядке. Так, теперь ровно 1, 1, 2, 2. Это компьютер. Цепляем мышку. И осталось прицепить питание самого блока. Итак, что у нас получилось? Мы подключаем прибор. Круто! У нас все работает, даже вон на той картинке видно меня. Так, автоформатирование диска. Конечно, давайте его отформатируем. Серийный номер. Для этого мне нужен мой телефон и нужно будет отсканировать этот QR-код. Пробуем. Дальше. Следующее. Так, год. Установили. Время 9.24. На самом деле время 20.26. Все правильно. Видеосигнал. Пал язык русский. Автовыход. Гид. Все нормально. Идем дальше. Вот здесь, кстати, мне нужно уже, наверное, было бы подключить интернет. Для подключения сети я приобрел вот такой вот роутер. Потому что интернета у нас там настройки нет. И нам нужно будет вот этот роутер поставить. И к нему я взял сим-карту. Сейчас мы быстро вот эту штуку настроим и пойдем с вами дальше. Ну, вдруг кому интересно. Вдруг кому интересно, что внутри. Может быть, у вас настройки тоже проблемы с интернетом. Поэтому вам тоже, наверное, будет это интересно кому-то. Так что, кому интересно, смотрите. Кому не интересно, пролистывайте. Или тоже смотрите. О, какой он красавчик. Так. Я, конечно, тут все захламил. Но вы понимаете, что потом это все у нас раскидается по комнатам. И будет все ровненько и красиво. Так, открываем. Ой, какое классное. Я пока даже не буду снимать с него вот эту всю красоту. Вот она, смотрите. Сим-карта. Wi-Fi on-off. Сейчас поставлю сюда сразу антенки. Так, а есть разница в антеннах? Наверное, нет. Первую ставим антенну. Вторую. Теперь сюда надо вставить симку. О, тут даже, смотрите, притчки какие для сим-карт разных. Разных вариаций сим-карт. Больших, маленьких, средних. То, что вам попадется. Дальше мануальчик. Сетевой кабелек. И здесь еще у нас питание. Инструкция, как это все дело подключать. Сейчас я тоже изучу, потому что я даже не знаю, как этим пользоваться. Короче, для тех, кто будет покупать такую штуку, объясню. Делается все просто. Втыкаете сим-карту в вот этот разъемчик. Потом подключаете это к компьютеру. Открываете браузер. И сначала регистрируете сам роутер. Это делается очень просто. Там инструкция есть, там буквально на одной строчке. Вот слышите эту замечательную собаку, которая лает сзади. Это вот именно тот самый Бобик, которого мы поведем скоро на... Ну, к другу. К другу. Моя Дарька любимая. Так, потом включаете сим-карту и тоже ее активируете. Это делается очень быстро. На самом деле ничего сложного. Сейчас мы это все подключаем к нашей камере. Я уверен, что отсюда вам хорошо видно. Потому как больше, честно говоря, вариантов нет. Ребят, ну, я извиняюсь за этот бардак, но, в принципе, мы находимся в таком строительном местечке, поэтому... Скоро будет намного комфортней. Это мы включили, а это включаем вот с этот лан. Вот так втыкаем. И теперь нажимаем вот на эту кнопочку. Оп! Заработала сеть. Сейчас она все это дело, наверное, как-то протестирует. И, в принципе, будет все это работать. Я думаю, должно работать. Почему купил Йота? Честно, эта сеть для меня незнакома. Короче, получилось все просто. Я пришел в ДНС. А помните вот этот видос, где я компьютер собирал? Я вам говорил, что там уже Илюша, Дима, Женя, Петя, все уже знакомые пацаны. Я пришел туда, говорю, ребятки, я хочу мегафоновскую сим-карту купить. Слава богу, что я мегафоновскую сим-карту не купил до того, как я зашел в ДНС. У меня ведь было такое желание. Но там была очередь, и я пока пошел все-таки в ДНС. И вот этот Илюша, мой друг, он говорит такой, Дэн, ну не Дэн, он меня не знает, как зовут. И он такой говорит, а зачем тебе мегафон, если есть Йота? Я говорю, ну у меня вот тот-то район, где я строю-то, понимаешь, там зона покрытия. Он говорит, я был там, у меня Йота, все работает хорошо, бери Йота. И тебе понравится в плане того, что на мегафоне у меня тариф был 350 рублей и давали мне 15 гигов. Нет, не 15, даже меньше, 8 гигов, по-моему. А здесь безлимитка, но единственное, 5 мегабит скорость. Но эта скорость, мне она в принципе не нужна, но безлимитка, ребята, это же круто. Я хочу сказать, что большая часть этого компьютера настраивается интуитивно. Вот смотрите, QR-код для загрузки приложения, подключение идентификатора облака устройства. Слушайте, ну классно, я так хоп, хочу посмотреть, да, например. Так, что у нас творится в комнате, где я сейчас был за компьютером? Это у нас вот та камера, например. А вот это мы работаем с вами сейчас за компьютером. Вот такое качество. И я думаю, что если я отключу свет, она должна включить ночной режим. Короче, она реально переключается на ночной режим. Конечно, охота уже посмотреть, как это будет на улице, когда будет всё включено уличное. И когда я смогу уже из дома, так сидя на диванчике, смотреть свою стройку, это будет просто круто. Так, друзья, в общем, обнаружение движения. О, прикольно. Она увидела движение и сразу же мне звонит и говорит, что она увидела по каналу номер 7 движение, по каналу номер 2. Только надо как-то это сделать так, чтобы, короче, чтобы я включал это, когда мне это необходимо. Отсюда я могу делать... А это что такое? Это видео. Это фото. Сфотографировал. Всё. У меня фотка эта осталась. Прикольно. Прикольно. Итак, друзья, я приехал со стройки, смонтировал камеры. И сейчас хочу вам рассказать о некоторых программах дистанционного доступа к камерам. А также то, что я не успел вам рассказать в начале ролика. Поехали. Итак, давайте разбираться. Есть специальное приложение, называется Donnelly, как я уже говорил. Открываем его. Хочу сказать сразу один момент. Это приложение есть как для компьютера, так и для телефона. Для телефона всё просто. Он здесь показывает первые 4 камеры. И когда вы включаете цифру 8, показывает остальные 4 камеры. Также в этом приложении можно заходить в облачное хранилище, смотреть так же, как и на компьютере. Кстати, что интересно, с телефона проплатить облако почему-то стоит 7 долларов. А если вы с компьютера смотрите, в этом же приложении показывает 3 бакса. Заходим в видео на CD. Это как раз получается показывает вам то, что у вас находится на вашем винте. Если вы проплатите эти деньги, то вы сможете смотреть всё, что будет храниться в облаке. Камера немножко запаздывает. Буквально 3-4 секунды. Но это совершенно не страшно, если вам нужно посмотреть следы и так далее. Какие-то там моменты. По качеству картинки мне понравилось больше с телефона. Но это, наверное, потому что экран сам по себе меньше. По поводу того, что вы задавали вопросы. Сейчас, кстати, пройдёмся немножко по вашим комментариям. К предыдущему видео вы говорили, почему выбрал аналоговые, а не IP. Выбор простой. Смотрел по деньгам. Ну реально. Ну тратить 20-30 тысяч сейчас для того, чтобы просто смотреть, какая погода на стройке. Не совсем рентабельна. Но скажу, что я хочу покупать в дальнейшем IP-камеры. Для этого... Вот вы видели, что я закладывал широкую гофру. Именно для этих целей я это сделал. То есть теперь я туда заведу витую пару следующим летом, протяну всё это уже по уму и оставлю это навсегда. Камеры на IP-шке мне поменять будет несложно. Потому что у меня широкая гофра, через которую очень легко протянуть эти кабеля. Ну и второе. Я просто реально не знал, что можно использовать ATP. Всё же методом тыка делаем. То есть многое приходит позже в осознании. По поводу цифровых камер хочу сказать, что я сейчас заказал ещё купольную камеру. Обалденная цифровая камера, которая может вращаться по своему приложению. Работает это под Wi-Fi. По поводу того, ставить ли сим-карту конкретно в камеру и покупать IP-шку на сим-карте. Или купить лучше роутер с сим-карты. Я бы посоветовал второе. Вы убиваете двух зайцев. Во-первых, вы приобретаете нормальный стабильный интернет, настройки. Во-вторых, вы можете задрать роутер повыше и у вас качество связи будет лучше. И в-третьих, вы можете питать не одну камеру этой сим-картой, а сразу несколько камер через Wi-Fi. Поэтому я, наверное, рекомендовал бы лучше подключить роутер. Это намного полезнее. Так, ну ладно, мы отвлеклись. Посмотрите качество картинки. В принципе, через него я рассматривал номера автомобиля, а не читаемо. То есть лицо тоже считываемое. Кстати, сейчас давайте несколько картинок вам покажу, что я обнаружил настройки за время, пока меня на ней не было. То есть приезжаешь, например, следы увидишь чьи-то. Потом пошел, посмотрел, на жестком диске полистал и находишь, кто там из гостей был. Прикольно. Ну, вообще, мне это нравится. Нет теперь ничего того, что можно было бы от меня скрыть на моей стройке. Порой, бывало, приезжаешь, смотришь там заячьи следы и не понимаешь, как он тут вообще пробрался. А теперь можно легко этого зайчика, ежика всех вычислить, посмотреть. Короче, это интересно, мне это нравится. Ну, характеристики камер рассказывать смысла нет, потому что они все описаны по ссылке, которая вот под видео можете листать. Там зайдете, там все рассказано. В принципе, больше ничего такого в них. Про всякие инфракрасные прожектора, для того, чтобы они лучше, качественнее ночью снимали. Может быть, если у вас есть такая потребность, можно, конечно, подсветить еще прожекторами. Но в моем случае мне хватает вот этого пока на сегодняшний день. То есть я основные точки, где у меня возможны проходы, закрыл камерами. Больше мне пока ничего и не нужно. Винчестер я, ну, то есть жесткий диск я спрятал в удаленные места, и поэтому волноваться теперь почти не за что. Объясняю саму логику, почему мне нужны были камеры. Смотрите, раньше у меня срабатывала сигнализация, мне она звонила и сообщала о том, что произошла тревога. И я начинал волноваться, звонить соседу и спрашивать, например, если это вечером происходило, спрашивать у него, там, горит ли у меня свет, или посмотри, там, нет ли движений никаких и так далее. Теперь у меня такой проблемы нет, когда мне звонит сигнализация, первым делом я захожу на камеру и смотрю, что происходит на стройке. По такой же логике я делаю и в квартире, когда нахожусь на стройке, и мне звонит городская сигнализация. Я захожу на домашнюю камеру. Кстати, про домашнюю камеру вы писали в комментариях про Керуи. Вот у меня стоит купольная Керуи дома, цифровая, и мне очень нравится ее качество, и вот я примерно такого же взял себе сейчас с китайского сайта на букву А. Ссылку я, конечно, потом тоже дам, скорее всего, я про нее что-нибудь расскажу. Покручу, посмотрю, поверчу, прикручу, вам тоже обзорчик какой-нибудь кину, потому что она достойная и стоит недорого. Так вот, захожу на камеру, смотрю, что происходит в дома или на стройке, и успокаиваюсь. Недавно у меня залетела птичка, и она меня терроризировала два дня. Сейчас она то ли сдохла, то ли улетела, я не знаю. Но суть в том, что срабатывала сигнализация несколько раз, и я заходил, искал эту птичку, смотрел по камерам. Но дома у меня всего лишь одна стоит, и она нацелена больше на пол, поэтому, а птичка летает больше по верху, поэтому поймать ее так не удалось. Ну, в смысле, в кадр. Но смотрите, чего я наснимал, и как работает приложение. Настройки интуитивные, очень легко в них разбираться, поэтому уделять им внимания особого даже, наверное, смысла нет. Просто наблюдайте и решайте для себя, нужны ли вам такие камеры, или немножко раскошелиться и взять себе цифровые. Конечно, цифровые выходят намного интереснее, но за 10 тысяч рублей вы, конечно, не приобретете 8 камер, это 100%. Ну, цена-качество, я считаю, достойная. Мне устраивает. В дальнейшем эти камеры, наверное, пойдут у меня на хост двор, а в дом я поставлю что-нибудь такое поинтереснее. Что могу сказать? Эта тема мне понравилась, я рад, что я это приобрел. Мне будет спокойнее чуть-чуть. Конечно же, там будет кое-какая еще система защиты для того, чтобы, собственно, для самой коробочки нельзя было добраться. Это каждый будет решать сам для себя, поэтому в видео, скорее всего, этот момент не попадет. Единственное, что мне сегодня посоветовали в магазине DNS, они сказали, что при минус 40 винчестер может работать фигово. Поэтому сам по себе он нагревается и имеет какую-то температуру во время эксплуатации. Поэтому, если я экструдированным пенополистиролом или минватой обработаю помещение, в котором это все будет храниться, ну, то есть ящик какой-то, то, возможно, винт нигде не западет, не сломается и будет работать отлично. Но у него гарантия 3 года, поэтому, в принципе, париться нечего. Ну, вот, наверное, на этом и все, что я могу рассказать об этих камерах. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, перелистывайте на другое мое видео, которое более интересное вам покажется. На этом у меня все. В следующем видосе мы будем с вами продолжать стройку нашей бани. И еще мы не загидроизолировали плиту террасы. Это тоже нужно сделать. Хотя уже снегопады, как вы видите. Будем заливать на снег, видимо. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok